Наталья Карловна, расскажите немножко о себе. Вы член нашего комитета, и нам бы хотелось, чтобы вы рассказали о себе. Мы-то знаем, но всё равно. Я Роговская Наталья Карловна, коренная жительница города Москвы. Родилась и всю жизнь провела, работала, училась в этом столичном городе. По специальности я инженер-химик. До выхода на пенсию работала инженером по охране окружающей среды. Квартира приличная, столичная, со всеми городскими удобствами. Лакомый кусок для преступников, которые за квадратные метры способны зарезать даже родную маль. Не то что пожилого, а чужого человека, такому как я. Перед государством российским я ничем не пронимилась. Добросовестно училась, добросовестно работала. Закон послушный, приличный, интеллигентный гражданин этого государства. Коренная москвичка. Родилась в городе Москве в 1947 году. Китай в городе, в центре столицы. Открытая дистанционная атака на меня преступников, вооруженных биоэлектромагнитным оружием, началась в феврале 99-го года. В силу каких-то причин, ублюдки-извращенцы, каратели эскадрома смерти, решили ликвидировать меня не сразу, а предпочли растянуть гнусное биокибернетическое надругательство за мной и дистанционные садистские истязания на целых 13 лет. Моя квартира превращена преступниками-изуверами в пыточную камеру в концентрационной ладе смерти на дыму. Убийцы-извращенцы, операторы подпольного бандитско-фашистского электронного тира с дистанционными круглосуточными прицельными ударами, биоэлектромагнитными инкурсами и изувечиванием грудь. Моя грудь полностью деформирована, покрыта синей-богрово-красными пятнами лучевых ожогов, кровоточащими садинами, ранами и издевательски дистанционно наносимой инородной массой. Мою грудь добивают лучевой обработкой до онкологического заболевания. Очевидно, решил завершить искусственным внедрением мне этой болезни растянутую именно 13 лет садистскую и бандитско-фашистскую процедуру на его стирание с поверхности земли. Меня почти полностью лишили ночного сна, в нем же издевательски, искусственно, периодически, дистанционно усыпляют, иногда на пару секунд, иногда на несколько минут, используя изобретение военных ученых установку радиогипноз. После такого искусственно вызываемого радиосна чувствую себя отвратительно, часто на грамме смерти. Я систематически подвергаюсь унизительнейшему дистанционному сексуальному надругательству, дистанционному биокибернетическому изнасилованию. В результате многолетних стадистских биоэлектромагнитных дистанционных ударов по моим ногам многимая обезобразность с сикью расширившихся кровеносных сосудов и лин. Преступники называют у меня то нестерпивое жжение, то нестерпивый зуб кожных покровок, то головные, то зубные, то мышечные боли и прочие удовольствия, в кавычках. Дважды истязающие меня каратели организовывали кражей из моих квартир крупных денежных сумм. Дистанционно портится моя мебель и вещи. Мои неоднократные обращения за защитой в различные органы российской власти, президентам Российской Федерации, сначала в Путину, затем в Медведину, в Генпрокуратуру, в МВД, в УВД города Москвы, в ПСБ, в Мэрию города Москвы, в Министерство обороны Российской Федерации, депутатам Госдумы, в аппарату полномочного по правам человека в Российской Федерации, в комиссию по правам человека при привидении Российской Федерации, в общественную палату и так далее, оказались абсолютно безрезультатными. Ни малейших мер по пресечению чинимом в отношении меня зловещего биоэлектромагнитного террора предпринято не было. Все мои заявления и жалобы вышеупомянутые органы власти автоматически перестанали в прокуратуру города Москвы, а отсюда через канцелярии нежестоящих прокурорских двенек направлялись для проверки участковым милиционерам районного УВД Даниловский, которые стряпали постановление об остальном возбуждении уголовного дела по моим жалобам, якобы в связи с отсутствием событий преступления, кто на что и не жалует. Сотрудники милиции, не усматривающие события преступления в моем убийстве, нагло, бессовестно отрицают само существование в природе электромагнитного и акустического оружия, робототехники и биокибернетических устройств, а также они стесняются обсудно утверждать невозможность квартирных краж дебочеристов и следителей и возможность квартирной кражи в том случае, если входная дверь в квартире не открыта для встречи воров, а закрыта на ключ. Эти стражи порядка готовы, как ни странно, отрицать даже существование в природе воровских отмышек. В своих постановлениях об отказе возбуждения уголовного дела по моим заявлениям в качестве главного аргумента для этих отказов. Участковые милиционеры используют информацию, из районного ПНД, которым я оказываю постоянное учёте 2003 года. Каким образом я, абсолютно здоровый психический человек, оказался стоящий на учёте в этом ПНД, мне было абсолютно непонятно, поскольку никогда в жизни в данном ПНД я не была и ни с одним из врачей этого ПНД никогда не встречалась. В своём постановлении об отказе возбуждения уголовного дела участковый милиционер впервые донёс до меня эту «приятную» информацию. Моя заочная постановка на психиатрический учёт была сделана милиционерами районного УВД Даниловский для моей так называемой психиатрической нейтрализации, чтобы, ссылаясь на этот учёт, облегчить атакующим меня преступникам расправу со мной и последующий планируемый ими захват моей квартиры. Без проведения экологической экспертизы, замеров параметров электромагнитного поля и уровня звукового давления в моей квартире, а также без независимой судебно-медицинской экспертизы в состоянии моего здоровья, проверка изложенного в моих жалобах на биоэлектромагнитный акустический террор невозможна. Никакой экологической экспертизы в моей квартире не проводилась, хотя в милиции есть всё возможное, все возможности при желании в соответствующем указании произвести любые замеры. Судебно-медицинская экспертиза в состоянии здоровья потерпевшего проводится согласно действующему законодательству только в случае возбуждения уголовного дела по жалобам потерпевшего. При отказе в возбуждении уголовного дела, как в моём случае, никакая судебно-медицинская экспертиза не проводится. Конечно, нет ничего удивительного в том, что нестрадающие особой совестливостью, порядочностью и человеколюбиям, участковые милиционеры, голословно, без проведения соответствующих экспертиз, объявляет всё, на что жалуется очередная жертва тайного электронного геноцида в несоответствующем действительности. Такого оружия не бывает в природе. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И выносят постановление об отказе и возбуждении уголовного дела с формулировкой, в связи с отсутствием события преступления, выложено. В этом нет ничего удивительного, ведь цель, поставленная власть придержащими перед крышевателями убийц милицейских погонок, не установить истину, обезвредить преступников, и защитить жертву террора, а скрыть факт гнусной преступной дистанционной расправы палачей-карателей электронной фабрики смерти, с очередным беззащитным, ни в чём не повинным человеком, квартиру которого эти ублюдки наметили сделать своей добычей. Сегодняшняя Россия – преступное, мафиозное, бандитско-фашистское государство, в котором назван, цинично, копраны все основные, неотъемлемые гражданские права, которые это государство обязалось обеспечить каждому человеку, находящемуся под его юрисдикцией, подписать Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. И в первую очередь такие права, как право на жизнь, право на физическую неприкосновенность, право не быть подвергнутым дискриминации по каким бы то ни было признакам, право на эффективные средства правовой защиты. Всем честным гражданам России, до конца понимающим вложившуюся в стране зловещую обстановку, пора наконец открыто поднять голос протеста против стального бандитско-фашистского электронного геноцида, безнаказанно чинимого в стране, взорвавшимися преступниками, оказавшимися у руля власти. Российская армия криминальных спецслужбистских биотехнологов-убийц, вооруженная дистанционным биоэлектромагнитным акустическим оружием, психофизическим оружием, представляет огромную опасность как для граждан собственной страны и так и для всего человечества в целом. Ну, там дальше. Наталья Карловна, послушайте меня. Значит, Вы рассказывали, что вот с грудью Вы решили обратиться к врачам. Расскажите, пожалуйста, куда Вы пошли и к кому обратились, и кто Вас встретил? В последний раз я обращалась в онкологический диспансер на улице Медиков, в точный адрес на улице. Ну, говорите. Я не знаю, дома, да. На улице Медиков. Это онкологический диспансер, который направляют из районной поликлиники, номер 4. Вас туда врач направил? Или Вы сами пошли? Мне дали направление из районной поликлиники. И Вы туда пошли? Да, я записалась предварительно на приют. Так, какому врачу Вы не говорили? Фамилия корейская Ким. Так. Ну, удивительно, побычу человеку, связанный как раз вот с этими преступниками. Так, почему Вы так считаете? Я так считаю, что я заранее за полторы недели туда записывалась, и они успели за это время с ней поговорить и попросить ее учинить вот так. Что учинить? Расскажите, пожалуйста. Она для Вас. Желаю на прием по записи. Так. К этой Ким, мамологу онкологического диспансера. Так. Да, и когда я ей сказала, что вот это то, что у меня на груди ужасное, лучевые ожоги, она попросила меня подождать в коридоре пару минут, взяла мой паспорт, вызвала бригаду скорой помощи, которая без всяких объяснений причины, схватили меня, посадили в скорую помощь, отвезли в 13-ю психбольницу, в которой я находилась один месяц и 9 дней. Так. Да. Был суд? Абсолютно беззаконное действие. Наталья Карловна, неизвестно на чем основаны. А суд был? Какой? Суд золочный. Да, без адвоката, без присутствия в жертве. Так. А где был суд? По месту жителей, по месту нахождения этой больницы Люблинский суд. Люблинский суд, да. Так. Наталья Карловна, значит, после суда вас поместили в больницу или до суда? До суда. Без суда и следствия, не объясняя причины, нормально выглядел, пришла жаловаться на грудь. Понятно. Норкологический диспансер. Наталья Карловна, а что врачи, психиатры там вам сказали? Ничего вообще не объяснено. Там мне сказали, это негласно, это несправедливо. Ну, негласно, вот такое дело. Негласно и несправедливо. Но почему они взяли вас? Не объяснено. Не объяснено. Вам делали какие-нибудь уколы там? Уколы никакие не делали, галопередолки, таблетки. Таблетки, да? Да. Вас насильно заставляли пить? Зачем меня насильно, я пью, я выполняю, раз я уже там оказалась, приходится смириться и делать все, что тебе предлагают делать. Но вы говорили, что вы нормальный человек там. Ну, меня ничего не спрашивали. Меня ничего не спрашивали, никаких объяснений не слышала, без объяснений. А как у вас выпустили? Обычно они держат больше, а у вас не... Ну, вот так выпустили, все, она понимает, что это негласно, под грифом секретно, и несправедливо. комиссия психиатров принимает решение до возможности выписки больного, можно через месяц, можно через две недели, в зависимости от того, что комиссия психиатров решает. В течение шести месяцев. А если уже шесть месяцев находится там человек, то уже тогда только через полгода это пересматривается. До всяких просмотрений. Наталья Корона... Ну, я не хочу к этому возвращаться. Хорошо, хорошо, вы не хотите к этому возвращаться. Скажите, а врачи лечили вашу грудь? Какое-нибудь лечение было сделано? А, никакого. Никакого, да? Никакого. Понятно. То есть вас оставили полностью, полностью оставили без лечения? Полностью, да. Просидела месяца девять дней. А грудь кровоточит, иногда просто хлестать, начинает кровь из этой груди, вся простыня, весь пододеяльник в крови, все белье в крови, что-то жуткое. Чем это продолжилось и в больнице, это волна не просто волна с начинкой летит, какой-то желтой гадостью, но оно и в этой больнице, по мне, продолжает пулять, утром просыпаюсь, у меня весь пододеяльник в этих желтых комьях, как какой-то гадости сгустков, 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 которыми это грязь пуляет. В общем, кашлы. Понятно.